Топ-3 способа лечения алкоголизма Алкоголизм это тяжелое хроническое заболевание Поэтому никоим образом оно не лечится на дому У колдунов, магов, ведуней Ну, я исключаю, конечно, какие-то совсем начальные стадии И очень пугливых людей, которых можно этим испугать Когда речь идет о формировании патологического влечения к алкоголю Первым шагом всегда должна быть госпитализация в стационар У нас будет полный психологический профиль человека Мы его обследуем, поймем, какие изменения произошли во внутренних органах Из каких компонентов состоит его патологическое влечение к алкоголю Будет произведена полная очистка организма от алкоголя и продуктов его распада Будет купировано это патологическое влечение Возможно, у кого-то депрессия, у кого-то тревога Будет подобраны соответствующие препараты Снижающие эти негативные психические проявления Плюс будут устранены явления эмоциональных качель Когда человек выходит, ему опять нарастает тяга Он становится раздражительный, злой и в конце концов срывается, выпивает К моменту окончания стационарного лечения уже у нас на руках четкая программа Если человек не может пройти реабилитацию, у него нет времени Ему предлагается процедура, которая называется кодирование Подбираются определенные медикаменты, способы их введения в организм Ну и, конечно, параллельно с кодированием обязательно должна быть психотерапия Человек должен прорабатывать именно дефект характера То, как он пришел к срыву У него должен произойти некий личностный рост Он должен изменить свои установки Тогда есть вероятность, что трезвость будет стабильной Ну и оптимальным является все-таки прохождение реабилитационного курса Это такой интенсив, полное погружение в себя, проработка всех дефектов Индивидуальная, групповая психотерапия, дневник самоанализа Отработка новых моделей поведения Изменение патологических моделей, которые приводят к срыву Поэтому вариантов очень много И возможно и кодирование, и психотерапия, и реабилитация Не считайте, что это топ-3 или топ-10 Мы весьма гибкие, мы обязательно подберем именно ту методику Которая сработает в вашем случае Повторюсь, нет какого-то женского алкоголизма, мужского Это все стереотипы и предрассудки Все лечится достаточно одинаково Особенно если удается подобрать ключ к мотивации пациента Это состояние купируется на раз-два Но оно требует усилий Оно требует того, чтобы вы к нам обратились И вы должны нам дать поработать И обязательно обратную связь на всех этапах Тогда мы можем корректировать лечение И добиваться максимального эффекта В максимально короткие сроки Очень часто соблазн вылечить алкоголизм самостоятельно Если мы говорим о наличии диагноза Человек-алкоголик У него есть синдром патологического влечения к алкоголю У него есть абстинентный синдром У него есть признаки деградации мозга Вылечить это какими-то шаманскими процедурами Заговорами, бабушками Настойками мухоморов Еще чем-то очень проблематично Потому что возможно, если человек пугливый Он какое-то время на страхе подержится Что называется на зубах На силе воли Но по мере накопления этого патологического влечения Оно совершенно выйдет из-под контроля И будет срыв А за счет того, что человек определенное время воздерживался У него максимально выражена тяга То, скорее всего, он уйдет в тяжелый запой В состоянии тяжелой интоксикации Ему потребуется госпитализация Поэтому ни в коем случае не пытайтесь применять народные методы Рекомендации других людей Всегда есть индивидуальные особенности Есть психический статус человека Его психологические особенности Его состояние здоровья на данный момент Врач-психиатр-нарколог Учитывает все эти факторы И подбирает индивидуальную программу Бабушка, которая работает по стандартной схеме народной медицины Ну, вы же не будете лечить аппендицит народной медицины Или еще чего-то Ну, это нонсенс Народная медицина хороша была вот в те времена В 12-е века, в 15-е, когда не было альтернативы Пользоваться сейчас народной медициной Ну, вы же не читаете при лучине И не затягиваете окна бычьими пузырями Ну, соответствуйте уровню цивилизации И возможностям, которые предоставляет цивилизация Будьте современными людьми Постарайтесь без предрассудков, без надежд Да, конечно, бабушки могут покупать тем, что это какая-то одноразовая процедура Она что-то пошепчет, повяжет В народе есть такие истории, что, да, вот, помогло Но это все равно расчет на чудо Отказ от собственных усилий Отказ от помощи профессионалов Ну, и результат, скорее всего, будет такой Человек не поменяется Ну, да, на страхе, на очарование этой бабушки Он какое-то время подержится, потом будет срыв Я считаю это абсолютно бессмысленной процедурой Возникает вопрос А существуют ли таблетки от алкоголизма и насколько эффективны? Ну, в каждой таблетке есть очень большой процент плацебоэффекта То есть ожиданий определенных, которых пациент связывает с этой таблеткой Препараты для лечения алкоголизма можно разделить на несколько групп Самые старые – это препараты на основе десульферама Вещества, блокирующих ацетальдегид и гидрогеназу То есть процесс переработки алкоголя замедляется на стадии образования ацетальдегида Очень токсичного вещества Поэтому даже от малых доз возникает тяжелое отравление организма Сопровождающие рвотой, судорогами Ну, и человек, испытывая все эти негативные ощущения под этими препаратами Если он, конечно, не мазохист, просто перестает употреблять Потому что эйфорического эффекта удовольствия ноль А вот это тяжелейшее похмелье, оно возникает даже с минимальных доз Вторая группа – это блокаторы опиоидных рецепторов Самый распространенный препарат – вивитрол Считается, что они влияют и на влечение Снижают тягу у разных людей по-разному Ну, и, конечно, на эйфорический эффект алкоголя Потому что он связан в том числе с активацией опиоидных рецепторов Да, вы какое-то удовольствие, расслабление получите Потому что алкоголь действует много на какие рецепторы Не только на опиоидные Ну, опять-таки, психологический эффект И блокады опиоидных рецепторов дадут свою роль Считается, что это такой дозозависимый эффект Алкоголик, если упрется и начнет пить бутылками Свою долю удовольствия получит Ну, и наряду с этим получит тяжелое отравление, соответственно Ну, и третий препарат, который я знаю Это совсем новый препарат Это препарат называется Селинкра Он блокирует уже большой ряд рецепторов Не только опиоидные, но и дофаминовые, и серотониновые То есть он снижает и влечение к алкоголю И, соответственно, снижает момент похмелья И снижает момент эйфории То есть действует сразу на несколько видов рецепторов Единственное, что у него очень тяжелый момент привыкания Может быть состояние, напоминающее состояние опьянения Но без алкоголя, потому что на те же рецепторы действуют Причем внешний человек будет казаться пьяным Хотя он искренне не пил Может сопровождаться тошнотой Головными болями уже напоминает состояние похмелья Поэтому вот если исключить этот тяжелый период привыкания И достаточно высокую цену Препарат новый, неплохой Варианты есть разные Поэтому мы можем подбирать и медикаменты Но повторюсь, что вот желание всю ответственность Переложить на таблетку Без изменений собственной личности Без личностного роста Без работы с мотивацией Это все-таки состояние тупиковое Рано или поздно тяга нарастет Человек просто перестанет принимать медикамент И уйдет в запой И нам придется выводить его из более тяжелого состояния Один из наиболее распространенных вопросов Топ-3 способа кодирования при алкоголизме Самый распространенный способ Это введение препарата десульфирам Он очень старый Более 50 лет используется в наркологии Был обнаружен случайно при вулканизации резины Выяснилось, что сотрудники не переносят алкоголь У них возникает тяжелейшее похмелье Стали исследовать Получили этот препарат десульфирам Есть его разные формы Таблетированные Формы для имплантации Пролонгированные Различные гели для уколов Для кодировки необходимо соблюсти два условия Это трезвость в течение трех дней Организм должен быть чистый от алкоголя И добровольно информированное согласие самого пациента Вы должны четко понимать, что никто его не будет связывать Держать ему руки Пугать его Добиваться его согласия Если согласия нет, можно вызвать мотиваторов Либо попытаться получить самим Но приезжать и ждать, что доктор совершит чудеса мотивации Убедит пациента, который ничего не хочет, не стоит Итак, вернемся к десульфираму Препарат блокирует ацетальдегид дегидрогеназу Поэтому при употреблении алкоголя Происходит накопление ацетальдегида Очень токсичного вещества И человек испытывает тяжелейшее похмелье Его рвет, трясет Вплоть до судорог И естественно вырабатывается отрицательный рефлекс И в дальнейшем уже даже небольшие дозы Даже уже без действия этого десульфирама Рефлекторно вызывает тяжелую реакцию отторжения Поэтому препарат можно использовать всем Противопоказаний нет Единственное, что если уже тяжелые нарушения функции печени Есть препарат ледевин Где десульфирам комбинируется с витамином В6 Улучшающим метаболизм печени Либо параллельно назначаются дополнительные препараты Улучшающие функцию печени На втором месте стоит кодирование по Довженко Тоже методика достаточно старая Еще из 80-х годов прошлого века Разработана украинским наркологом-психиатром Довженко Он даже государственные премии получил за эту методику Дворец ему подарили в Крыму Где он проводил свои процедуры В бывшем сталинском, так сказать, пансионате Чем хороша методика? Она позволяет не применять медикаменты То есть отбирается группа внушаемых людей Повторюсь, тут основной компонент Что пациент был внушаемый Ему удалось внушить волю доктора Создается определенный антураж Проводится психологическая обработка И в трансовом состоянии Рот обрабатывается хлорэтилом Надавливается на определенные болевые точки Делается определенная установка от доктора Ну и в ряде случаев достаточно удается добиться Длительной ремиссии с воздержанием от приема алкоголя Ну и на третьем месте такой препарат, как Вивитрол Блокатор опиоидных рецепторов Это совсем, можно сказать, нововведение в наркологии Использование для лечения алкоголизма Вещества, которые используются для лечения Опиоидной наркомании Поэтому делается укол внутримышечный Единственный нюанс он короткого действия Действует приблизительно месяц Поэтому каждый месяц надо повторять И в полную силу препарат начинает действовать Где-то в конце второго, начале третьего месяца Он не дает токсических реакций при употреблении алкоголя Но снижает влечение к алкоголю Уменьшает эйфорический компонент удовольствия Если человек выпьет Дает такую мягкую заместительную терапию В общем, это три самых распространенных способа кодирования В случае десульфирама или довженка Вопрос о сроках решается индивидуально с пациентом Считается оптимальным срок в районе года Более длительные сроки считаются психологически необоснованными И пациенту просто очень тяжело настроиться На более длительное воздержание от алкоголя Алкоголизм – это хроническое прогрессирующее заболевание Которое без лечения приводит к полному распаду личности И к тяжелой инвалидизации и смерти Обязательно участие наркологов Потому что воли пациента хватает только на очень начальных этапах Если мы говорим уже о диагнозе алкоголизм Если сформировалось патологическое влечение к алкоголю Обстинентный синдром Признаки алкогольной деградации мозга То только профессионалы смогут осуществить этапное лечение с гарантированным результатом На первом этапе происходит процедура детоксикации организма Человека помещают в стационар Его обследуют, составляют его психологический профиль Обследуют изменения внутренних органов и систем Подбирают индивидуальное лечение Которое купирует и патологическое влечение к алкоголю И симптомы абстиненции И нарушения внутренних органов После того, как человек полностью обследован И компенсирован именно от состояния интоксикации Наступает второй, один из самых важных этапов Он отправляется в реабилитацию Там уже опытные психологи, психотерапевты Консультанты по химической зависимости Прорабатывают дефекты характера Проводят сеансы групповой, индивидуальной психотерапии Отрабатывают новые навыки поведения Изменяют патологические модели поведения Которые ведут к срыву и дальнейшему прогрессированию заболевания То есть меняют человека на уровне его убеждений Внутренних установок, я-концепции Именно в реабилитации происходит определенный личностный рост Который меняет человека и закладывает фундамент для долгосрочной трезвости Ну и после реабилитации человек уже ходит на группы Самые взаимопомощи Ходит на психотерапию Наблюдается у психиатра-нарколога Но он уже делает это добровольно Для него цена трезвость Под него вырабатывается индивидуальный план Который приводит его к долгосрочной трезвости И который не является ни в коем случае догмой Он максимально гибкий Но задача именно профилактика и срыва И замена на новые жизненные ценности И на установки И продолжение личностного роста И усиление мотивации на трезвость Все эти вещи выполняются, усиливаются Человек получает многократное подкрепление И мы его доводим до стойкого положительного результата Если вы столкнулись с проблемой Просто обратитесь к нам И мы подберем оптимальную схему выздоровления Если у вас остались вопросы по теме алкоголизм Позвоните на нашу круглосуточную горячую линию Мы ответим на все эти вопросы Более того, мы помогли тысячам Поможем и вам Данное видео снято для сайта странапротивнаркотиков.ру Субтитры создавал DimaTorzok Данное видео субтитры создавал DimaTorzok Данное видео субтитры создавал DimaTorzok